Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня в ролике давайте узнаем, сколько будет ядер в продуктах Zen 4. Посмотрим как AMD оставляет старое охлаждение для AM5 и оценим поддержку нового стандарта видеокартами RDNA 3. Об этом и многом другом из мира IT я расскажу вам прямо сейчас. И с вашего позволения я начну с новых подробностей о Zen 4. Ожидается, что эти процессоры AMD перейдут на новый сокет AM5. Появившиеся в сети чертежи нового разъёма позволяют предположить, что крепление для системы охлаждения останется таким же, как в AM4. Это обеспечит совместимость актуальных кулеров и водоблоков с сокетом AM5 и процессорами Zen 4. Опубликованные эскизы процессорного разъёма LGA1718 выглядят вполне правдоподобно. Для совместимости систем охлаждения важны такие параметры как расстояние между крепёжными отверстиями в печатной плате и также высота поверхности крышки теплораспределителя, поскольку она определяет силу прижатия. Одновременно появилась и таблица с требованиями к системам охлаждения для процессоров AM5. В новых процессорах вводится значение TDP 120 Ватт, которые можно будет рассеять при помощи воздушных систем охлаждения. И 170 Ватт, которым уже потребуется система жидкостного охлаждения с радиатором минимум 280 мм. Отмечу, что современным процессорам AMD характерен уровень TDP не более 105 Ватт. Для работы с процессорами Zen 4 потребуются новые материнские платы на основе логики AMD 600 серии, которые обеспечат поддержку памяти DDR5. Утечка конфиденциальных документов Gigabyte не только раскрыла конструктивные особенности сокета AM5, но и другие интересные сведения о продуктах AMD. Например, документы, касающиеся серверных процессоров Epic на архитектуре Zen 4, датированные июлем этого года. Они описывают рекомендации для производителей материнских плат по температуре и питанию, а также подробную информацию о самих процессорах Epic. Серия Epic 7004 будет включать до 12 чиплетов CCD, каждый из которых содержит до 8 ядер. Это означает, что флагман в новой линейке будет оперировать 96 ядрами и 192 потоками. Кроме того, они оснащаются 12-канальным контроллером памяти DDR5 и имеют 128 линий PCI Express 5.0. Но вот теплопакет топового чипа составит 320 Ватт в номинальном режиме и 400 Ватт в максимальном. Однако пиковая потребляемая мощность таких моделей может достигать сумасшедших 700 Ватт в течение одной миллисекунды. Новый Epic должен обеспечить повышение IPC на 29 % по сравнению с процессорами Milan. Другая порция информации касается процессоров Threadripper 5000 на архитектуре Zen 3. Флагманом станет Threadripper 5990X на 64 ядра, а серию Threadripper Pro возглавит 5995WX. Анонс Threadripper 5000 ожидается в ноябре этого года, а Pro-версии в январе следующего. В одном из свежих патчей графического драйвера AMD для ядра Linux была обнаружена поддержка стандарта DisplayPort 2.0. Ожидается, что внедрение кода состоится в релизе Linux 5.16. В самих патчах не указывается для какой архитектуры разрабатываются эти изменения, но поскольку AMD планирует выпустить игровую RDNA 3 в следующем году, то можно догадаться, что изменения предназначены для неё. Стандарт DisplayPort 2.0 был анонсирован VESA ещё в 2019 году. Новая версия интерфейса предусматривает трёхкратное увеличение скорости передачи данных до 80 Гбит в секунду. Такой порт позволяет передавать видеосигнал в разрешении 8К или 10К с нержатым потоком и частотой 60 Гц. И, к примеру, будет поддерживать два дисплея 4К с частотой 144 Гц. Специально к анонсу бренда игровых видеокарт ARK компания Intel провела специальное мероприятие с участием тысячи дронов с подсветкой. Они складывались в небе в различные изображения, включая логотипы компании и продукты, такие как ноутбуки. Кроме того, дроны изобразили дискретную видеокарту с двумя вентиляторами, предположительно одну из моделей серии ARK. Устройство, изображённое с помощью дронов, сильно напоминает инженерный образец видеокарты DG2 на 512 блоков, фото которого утекло ещё в апреле. Компания Noctua объявила, что предоставит бесплатные комплекты для монтажа фирменных кулеров на материнские платы с процессорным разъёмом LGA1700. Таким образом клиенты компании смогут использовать свои системы охлаждения с новыми процессорами Intel 12-го поколения. Кроме того, все новые и большинство текущих кулеров Noctua будут поставляться в комплекте с новым креплением. Для того чтобы получить бесплатный комплект необходимо будет подтвердить факт покупки кулера Noctua и процессора или материнской платы с сокетом LGA1700. Тем, кто не сможет предоставить подтверждение, придётся заплатить за крепёжный комплект $8. Приобрести его можно будет в середине октября и он не будет предоставляться для кулеров серии NH-L9i. Вместо этого компания выпустит их специальные версии для LGA1700 в октябре текущего года. Noctua пообещала опубликовать списки совместимости с новыми материнскими платами, как только они станут доступны на рынке. Дипломированный инженер, эксперт по блокам питания и внештатный обозреватель портала TechPowerUp прокомментировал недавнее заявление компании Gigabyte. Напомню, что её блоки питания GP P750GM и P850GM взрывались и, по её словам, из-за неправильной защиты. По мнению специалиста, корень проблемы лежит не просто в неудачно настроенной защите от перегрузки по мощности, а в неудачной разработке этих моделей. Поскольку многие блоки выходили из строя даже при умеренных нагрузках и за короткий срок с момента начала эксплуатации. Здесь речь идёт скорее о слабом инженерном решении. По его мнению проблема может заключаться в несинхронной работе транзисторов блока питания из-за наличия помех в драйвере для управления затворами. Однако для окончательного вывода необходимо сравнить модели из старых и новых партий блоков питания, в которых производитель внёс изменения в характеристике защиты OPP. А по словам одного из пользователей Reddita, Gigabyte отказалась менять его P750GM, который попадал под замену. Пользователь сообщил, что создал на официальном форуме техподдержки производителя заявку на возврат потенциально опасного блока питания. На его запрос представитель техподдержки ответил, что этот пресс-релиз актуален только для моделей блоков питания, выпущенных в рамках последних партий. Пользователь Reddita отметил, что в пресс-релизе компании не указано, что под замену попадают только блоки питания определённых партий. По словам другого пользователя в комментариях, его знакомый также является владельцем одной из проблемных моделей и он также подавал запрос в компанию, чтобы провести замену. Ему ответили, что под программу замены попадают только блоки питания, приобретённые в июле или августе текущего года. Выходит, эксперт по блокам питания назвал эти модели откровенно говоря слабыми, а Gigabyte просто не хочет производить замену взрывоопасных моделей. Компания Samsung представила технологию Eco2 OLED. Она обеспечивает интеграцию поляризационного слоя в стекло дисплея и достаточно высокую прозрачность для возможности интеграции подэкранных камер. Также технология снижает энергопотребление и ущерб для окружающей среды в целом. Она доступна в новейших складных смартфонах Samsung Galaxy Z Fold 3. В традиционных моделях поляризационный антибликовый слой наносится на стекло в виде тонкой пластиковой плёнки. Теперь же этот эффект обеспечивает новая технология без применения дополнительного покрытия. Поскольку традиционный поляризатор добавляет тонкий тёмный слой поверх стекла, устройство требует больше света и электроэнергии. По данным Samsung степень прозрачности снижается более чем на 50 %, а Eco2 OLED повышает прозрачность на 33 %, при этом потребляя до 25 % меньше энергии. Компания Activision официально представила тизер следующего шутера из серии Call of Duty с подзаголовком Vanguard. Судя по короткому завлекающему трейлеру, действие игры пройдёт во время Второй мировой войны. Сам по себе ролик не раскрывает никаких секретов и представляет нарезку атмосферных полей сражений. В этот четверг 19 августа в 20.30 по МСК в игре Warzone состоится полноценная презентация новой Call of Duty. Уже известно, что игра выйдет в трёх изданиях, стандартном, ультимативном и кроссген бандл. Второе будет самым дорогим и предоставит геймерам ранний доступ к открытому бета-тесту, пачку скинов, оружия и прочие бонусы. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поддержать его лайком и подписаться на канал чтобы не пропускать новостные выпуски. А я как всегда хочу сказать огромное спасибо всем кто поддерживает ролики. До скорых встреч, друзья.